Москва обвиняет Вашингтон в атаке на Севастополь. Причастность США к теракту не вызывает сомнений, заявил российский МИД. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков напомнил о недавнем заявлении Путина о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты и обеспечивают пуски. Это не украинцы. Здесь можно обратиться на вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего в Вашингтоне, а зачем их правительство убивает российских детей, сказал пресс-секретарь президента России. Какие могут быть ответные действия Москвы, комментирует Георгий Бофт. Украинский удар по Севастополю произошел не как раньше в ночное время, а в полдень, в воскресный день, что не могло не увеличить число жертв среди мирного населения. Были задействованы пять американских ракет-атакам с кассетными боеголовками, четыре из которых были сбиты, а пятая взорвалась в воздухе. Возможно, целью удара была военная база в Бельбеке, однако время его нанесения говорит о том, что жертвы среди мирного населения заранее допускались. Оперативно последовал комментарий со стороны главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что в Крыму не должно быть никаких пляжей, туристических зон и других, как он выразился, фиктивных признаков мирной жизни, а сам Крым он назвал большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей. Каковое заявление депутат Думы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал попыткой отмазать киевский режим и его вашингтонских кураторов от удара по Севастополю, которое, как он выразился, не прокатит. В западных СМИ, правда, появились подробные репортажи о произошедшем, как правило, и, видимо, для создания впечатления объективности, в совокупности с кадрами, показывающими разрушение гражданских объектов на Украине и с указанием жертв с той стороны. Генсек ООН Антонио Гутерриш, выразив соболезнование родственникам произошедшей в тот же день террористической атаки в Дагестане, обошел молчанием удар по пляжу Севастополя, во время которого погибли в том числе дети. Позже официальный представитель Пентагона Чарли Дитс, комментируя заявление об ответственности США за удар по Севастополю, заявил, что Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по России. А во внешнеполитической службе Евросоюза, ознакомившись с официальными заявлениями российских служб об атаке, назвали их информацией недостойной доверии, а стало быть и комментарии. Ранее Владимир Путин заявлял, что Украина не может самостоятельно использовать сложное оружие, которое ей предоставляет Запад, и что полетные задания с помощью спутниковой разведки задают вовсе не украинские военные. Согласно такому пониманию ситуации, в МИД РФ была вызвана посол США в России Лим Трейси, который был сделан Димаш. МИД назвал США стороной конфликта из-за поставок Украине от Акамс, чьи цели наведения и ввод полетных заданий, как сказано в заявлении МИД, осуществляются американскими военными специалистами. Там также повторена угроза, что такие действия безнаказанными не останутся. Возможные ответные меры пока не конкретизированы, однако ранее Путин дал понять, что Россия может начать поставлять обычные высокоточные вооружения тем странам, которые являются противниками США и их союзников и могут нести им угрозу. Этот тезис был повторен в ходе недавнего визита в Северную Корею, но пока вызвал лишь ответную реакцию Южной Кореи, которая заявила, что примет свои решения, когда такие российские поставки северному соседу состоятся по факту. Можно предположить, что упомянутые Путином поставки вооружения могут быть адресованы не только странам, но и тем группировкам, которые Запад считает террористическими, и которые действительно могут прийти в прямое боестолкновение с военными США, скажем, на Ближнем Востоке. Например, Йеменским Хуситом или Ливанской Хезболе. Теоретически, в качестве реципиентов можно представить еще Кубу или Венесуэлу, однако они все же сейчас не в той кондиции, чтобы бросить вызов Америке. В ответ, та же Америка может ускорить принятие законопроекта о признании России страной-спонсором терроризма, каковой проект сейчас лежит в Сенате. Случай принятия станет большим шагом на пути к полной финансовой изоляции страны. В то же время, та решительность, с которой Москва сейчас дает понять, что считает США непосредственно причастными к ударам по российской территории, возможно, рассчитана на то, что Вашингтон негласно как-то призовет Киев к относительной сдержанности. Удар по Севастополю совпал с появлением западной в прессе утечек о том, что Украина недовольна якобы поставленным Вашингтоном ограничением в 100 километров вглубь от границы для ударов по российской территории. ВСУ настаивает на отмене ограничений на использование дальнобойных ракет атакам, чтобы добраться до важных в боевом плане российских аэродромов и командных пунктов, но пока безуспешно. Официально Вашингтон не подтверждает наличие лимитов в 100 километров от границы. В Пентагоне на это говорят, что США разрешили Украине бить из поставленного ей американского оружия туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию. Но пока согласия на расширение диапазона действий предоставляемого оружия США все-таки не дают, остается очень слабая надежда, что после трагедии в Севастополе, на фоне большого резонанса и вопреки отсутствию каких-либо публичных комментариев со стороны Вашингтона, все же там не будут торопиться с предоставлением Киеву полного карт-бланша. Продолжение следует...